Большинство людей, изучающие иностранные языки, в определенный момент сталкиваются с отсутствием прогресса. В такие моменты, несмотря на все свои усилия, у них ничего не получается, им кажется, что уровень их знаний не растет. В таком случае большинство сразу же бегут на YouTube, дабы узнать секреты, которые скрыты тайной трех печатей и не позволяют им выучить и заговорить на иностранном языке. А что если я вам скажу, что 90% всех советов на YouTube не работают, а авторы специально пытаются запутать своих зрителей? Не верите? Давайте разбираться вместе. И в сегодняшнем видео попытаемся ответить на вопрос, какие советы не только не помогут вам при изучении английского языка, а даже наоборот, навредят и отбросят вас на пару ступеней назад. А я напоминаю, меня зовут Адылан Варов, мне 26 лет, я родом из Казахстана, город Алматы, и я учился в четырех разных странах и никогда не платил за свое обучение. Также я говорю на пяти разных языках в совершенстве. Если вас интересует эта тема, а именно изучение иностранных языков, пожалуйста, поставьте лайк авансом, напишите комментарий, какой иностранный язык вы изучаете, и мы начинаем. Пункт первый. Смотреть сериалы и кино на иностранном языке с субтитрами. Один из самых популярных советов, который поможет прокачать ваш язык, это погружение в языковую среду путем просмотра контента в оригинальной озвучке. На самом деле смотреть передачи на иностранном языке можно, и иногда это даже полезно. Но если вы собрались изучать иностранные языки по такой методике, то вам необходимо крайне аккуратно подходить к выбору контента. Многие блогеры в погоне за хайпом, дешевой славой и нежеланием вам помочь при изучении иностранного языка советуют смотреть сериалы и фильмы, которые они сами, между прочим, посмотрели в русской озвучке. Например, я видел, как одна девушка, блогер-миллионник советует такие фильмы, как «Легенда», «Игра престолов» и «Острые козырьки». На самом деле перечисленные кинокартины однозначно достойны внимания, но только в переводе, потому что даже жители англоязычных регионов признавались, что для них очень трудно поднимать речь из-за тяжелого акцента и диалекта, который используют актеры. Поэтому, чтобы избежать проблем с акцентами и диалектами, что в основном, конечно же, касается британского английского языка, я настоятельно рекомендую начать с американских кинокартин и желательно для детей. В таком случае вас будут ждать максимально чистые, понятные и простые диалоги, что на самом деле действительно идеально подходит для нас людей, которые только знакомятся с английским языком на слух. И только спустя некоторое время, когда вы привыкнете к произношению, когда вы привыкнете слышать английскую речь, можно будет двигаться к более сложным сериалам и кинокартинам, но никак не на первых шагах. На мой взгляд, просмотр кино и сериалов — это все-таки отдых и свободное время, а мы тут с вами вроде как язык изучаем. Поэтому я советую смотреть кино на языке, который вы понимаете и знаете. А что касается английского, то лучше смотрите туториалы и объяснения той или иной темы от англоязычных образовательных блогеров. Поясню. Не нужно смотреть видосы типа «Секретный секрет», который позволит выучить вам язык, или «Секретная методика» от человека, который знает 250 языков. Нет. Смотрите видео, где профессиональный преподаватель объясняет разные темы, включая диалоги, грамматику, построение предложений и так далее. В описании к этому видеоролику я оставлю ссылки на пару каналов, которые, на мой взгляд, делают действительно качественный образовательный контент о английском языке. Поэтому все, кому интересно, welcome, смотрите, развивайтесь и прокачивайте свой английский язык. Еще на этот момент времени я хочу попросить вас поставить лайк и написать комментарий, чтобы алгоритмы YouTube продвинули мое видео немножечко в тренды. Пункт второй. Изучайте исключительно разговорный язык. Писать в 21 веке не нужно. Да и вообще, все давно пишут с ошибками. Данный пункт, он крайне категоричный и поэтому на него точно сразу не стоит обращать внимание. Во-первых, перед тем, как начать изучать тот или иной иностранный язык, будь то английский, испанский или французский, вы должны поставить перед собой четкие цели. Зачем вы изучаете язык? Опираясь на подавляющее большинство своей аудитории, я хочу сказать, что большинство, повторюсь, большинство изучают английский язык все-таки в академических целях. То есть, иными словами, они учат английский язык для работы, учебы или науки. Поэтому в таких случаях для вас грамматика будет так же важна, как разговорный английский язык. Несмотря на колоссальный прогресс, которого человечество достигло за последние 20 лет, я имею в виду искусственные интеллекты, программы, которые справляют ваши ошибки, большинству из вас все равно необходимо уметь излагать свои мысли на бумаге. Без этого, ну просто никак. Да и в целом, если вы будете работать как над устной речью, так и над грамматикой, вы заметите, что ваша речь станет четче, вы будете допускать меньше ошибок и ваш словарный запас автоматически обогатится. Поэтому не ставьте себе никакие ограничения. Вообще и в целом, я сторонник идеологии, мечтай и стремись к большему. Поэтому всегда старайтесь ставить максимально амбициозные цели и работайте над их исполнением. Друзья, здесь небольшая ремарка. Я ни в коем случае не призываю вас тут же бросать все и нырять в дебри английской грамматики. Нет, ни в коем случае. Это все еще новый язык, это все еще сложный язык, который требует определенного времени. Да, одни времена только чего стоят. Там можно потратить большое количество времени. Но, тем не менее, вам, как профессионалам, людям, которые будут учиться в зарубежных вузах и заниматься исследованиями, крайне необходимо правильно составлять предложение. Использовать правильный порядок слов и применять пассивную речь. Это действительно очень важно. Поэтому, если вы хотите прокачать свою грамматику, то я хочу посоветовать вам тренажер Голицынского. Это такая толстенькая зеленая книжечка, которая действительно прокачивает вашу грамматику. Причем по ней можно заниматься самостоятельно. В свое время, в девятом-десятом классе, еще в школе, я проработал эту книжку от начала и до конца. И хочу сказать, что действительно она работает. Если хотите реально прокачать свои навыки, то поставьте себе цель 3 задания каждую неделю. Это примерно 15 минут занятий в день. По мне, так идеальный вариант. Помните, ежедневные занятия по 10-15 минут куда лучше, чем длинные уроки один раз в неделю. Кстати, о советах, как выучить английский язык, я уже говорил в одном из предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Пункт 3. Для изучения языка в 2023 году не нужны книги. Лучше купить разного рода воркбуки и планеры, типа английский язык за 2 часа или даже за час. К сожалению, эту ложь придумали инфо-цыгане, которые преследуют только одну цель. Это заработок денег здесь и сейчас на своих подписчиках. Поэтому они штампуют разного рода интенсивы, курсы, материалы и планеры, где они обещают научить вас английскому языку за 10 занятий или за пару часовых лекций. Поверьте мне, дорогие друзья, не существует никаких тактик и секретов, которые позволят вам заговорить на хорошем английском языке всего лишь за пару занятий. Как и не существует никакого уникального планера, который подойдет как новичкам, так и профессионалам. Нет. Поэтому вам нужно заниматься по книжке, по программе и хронологии, над которой, на секундочку, работал не один, а обычно десятки профессионалов с академическим бэкграундом. Повторюсь, все материалы и курсы, которые продаются в интернете от инфо-цыган, не имеют никакой академической ценности. Поэтому не стоит покупать их продукты, а работать по книге. Если вас все же не убедило купить книгу все то, что я только что сказал, то представьте себе, что книга это как инструкция для коробки лего. Конечно, можно строить и без инструкции. Но в таком случае это займет куда больше времени, и вы 100% не сможете использовать все детали. А проецируя на нашу тематику, вы просто упустите некоторые важные темы и потратите куда больше времени. Вообще, при изучении любого нового иностранного языка, самый лучший вариант это записаться на курсы. В группу или индивидуально, в целом-то и не важно. Тут дело в другом, в мотивации. Дело в том, что в момент, когда вы отнесете свои кровные денежки, которые вы заработали трудом, вы гарантированно будете заниматься английским языком во время уроков. В те моменты, когда вы будете приходить на занятия. Дело в том, что на сегодняшний день, к сожалению, финансовая составляющая мотивирует людей гораздо сильнее, нежели перспективы и возможности, которые открываются перед ними в случае, если они владеют английским или другими иностранными языками. Я повторяю, что на сегодняшний день, если вы четко владеете английским языком, вы можете рассчитывать на работу в международных компаниях, на хорошо оплачиваемую работу в международных компаниях, а также на большое количество программ по обучению и бесплатному образованию. Поэтому, если вы замотивированный человек и вы можете гарантировать, что вы будете заниматься каждый день, то этот вариант не для вас. Но если вы не можете этого гарантировать, то самый лучший вариант записаться на курс. Расскажу вам свою историю. При изучении нидерландского языка я никак не мог заставить себя заниматься на регулярной основе. Все, на что меня хватало, это ежедневные занятия в Дуолинго по 5-10 минут. В итоге я просто записался на интенсивные курсы, заплатил денежку и не пропустил ни одного занятия. Тут вы меня можете немного покритиковать и сказать, что, мол, типа, видео называется изучение языка дома, а ты нам советуешь учить язык в центре. Что за подстава? Но, к сожалению, на самом деле это действительно самый эффективный и рабочий способ. Пункт 4. Просмотр контента на ютубе вместо изучения языка. А вы знаете, какой самый залайканный комментарий под любым видео про изучение английского языка на ютубе? В основном это вместо того, чтобы пойти наконец-то уже учить английский язык, я опять смотрю видео на ютубе. Так вот, ребят, как я всегда говорю, ни это, ни другое видео не делает вас ни на шаг ближе к вашей цели. Поэтому выключайте ютуб, идите и начинайте учить английский язык. Не откладывайте ни на 5 минут, ни на 10, ни на полчаса и ни на один день. Надо прямо сейчас закрыть ютуб и пойти начинать свой план учебы. Я повторяюсь, ребят, только ежедневные занятия по 10-15 минут могут гарантировать вам прогресс. Поэтому, если у вас появилась свободная минутка или 5 минут, откройте дуалинго, сыграйте одну игру, потратьте свои жизни. Если появились 10 минут, вы пишите какие-то слова, повторите их, позубрите. Это все в целом поможет вам добиться максимального прогресса. Я напоминаю, меня зовут Аделан Варов, мне 26 лет, мы с вами все еще в Брусселе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк и помогите продвинуть мой канал немножечко вперед. Всем спасибо, всем пока.